Однако, когда мы пишем функции, нам не всегда хватает лишь локальных переменных. Иногда хочется и очень даже нужно изменить значение переменной глобальной или переменной в пространстве имен, вызвавшей нас функции. Для этого в языке Python есть конструкции global и non-local. Предположим, что мы бы писали приложение для какого-нибудь словаря. Оно бы хранило в себе слова и хранило бы их переводы. Однако, время от времени мы бы проверяли слова на адекватность. Если в какой-то момент времени мы понимаем, что мы встретили слово безгласных, что, в общем-то, достаточно странно, мы бы подумали, что с нашей программой что-то пошло не так, мы бы хотели где-то глобально это зафиксировать. Тогда мы бы объявили глобальную переменную okStatus. Она равна true, если у нас, собственно, все хорошо, у нас все окей, и она бы принимала значение false, если в нашей программе что-то пошло не так. Мы бы объявили список со всеми гласными в английском языке, и мы бы написали функцию check, которая бы принимала одно слово, проверяла, входит ли хотя бы какая-нибудь гласная в это слово, если входит, возвращала бы true. А если не входит, она возвращала бы false. Здесь бы мы в первый раз использовали конструкцию global, и написали бы global okStatus. Такая конструкция означает, что нужно взять имя okStatus из глобального namespace, и внутри нашей функции именно его и использовать. Это означает, что когда мы здесь делаем присваивание okStatus false, в том случае, если мы не нашли гласные в нашем слове, то мы используем имя okStatus не из нашего локального namespace функции check, а из глобального namespace, который объявлен здесь. Тогда, если мы запустим функцию check от слова WhatsApp, мы сможем убедиться в том, что она действительно содержит в себе гласные, вернее, значение true, и наша глобальная переменная okStatus не изменится. Однако, если мы запустим нашу функцию check от слова VVV, мы убедимся в том, что есть значение false, и так как мы запустили эту функцию, то здесь произойдет присваивание значения false глобальному имени okStatus, и когда мы здесь выведем в терминал значение глобального имени okStatus, мы увидим значение false. Однако и локальных переменных, и глобальных переменных иногда тоже может не хватать. Давайте посмотрим. Если бы мы обернули весь наш код внутрь одной функции f, то тогда okStatus на самом деле бы означал, насколько хорошо исполняется именно наша функция f. То есть наша функция okStatus имела бы значение false, если в процессе исполнения нашей функции f случилось что-нибудь странное, например, мы встретили слово, которое не содержит в себе гласные. Однако, если бы мы скопировали весь этот код без изменений, и использовали на три функции check, конструкцию global okStatus, мы бы увидели именно такой вывод. То есть мы бы проверили абатсаб, увидели значение true, проверили okStatus, он бы также был равен true, потом бы мы проверили check.vvv, и затем бы мы снова вывели okStatus, и он бы оказался опять же равным true. Это случается, конечно же, потому что, когда мы вызываем функцию f, okStatus создается в локальном имени спейс функции f, поэтому ни в каком глобальном имени спейс у нас нет имени okStatus. Когда мы запускаем функцию check, мы говорим ему использовать okStatus из глобального имспейса, в глобальном имспейсе присваиваем имени okStatus имя false, однако это никак не изменяет значение нашего имени okStatus внутри функции f. Поэтому значения здесь okStatus и здесь okStatus не меняются, и более того, если после выполнения функции f мы попробуем вывести глобальное значение имени okStatus, то мы увидим, что оно появилось, и оно стало равно false. То есть такое поведение это не совсем то, что мы хотели. Мы хотели, чтобы наш переменный okStatus внутри функции хранило то, как же исполняется наша функция, и есть ли в ней какие-нибудь проблемы в процессе исполнения. Для этого мы можем использовать ключевое слово non-local. Давайте просто использовать конструкцию non-local вместо конструкции global. Таким образом, что же произойдет? Пускай у нас был стэк, у нас был глобальный namespace, у нас был namespace функции f, мы внутри функции f вызвали функцию check. Вот здесь мы находимся в момент исполнения, и интерпретатор встречает конструкцию non-local okStatus. Это говорит ему, что ему нужно найти такое пространство имен, которое бы содержало имя okStatus, при этом ближайшее к текущему пространству имен по пути от текущего пространства имен до namespace global. То есть наше текущее пространство имен, это пространство имен функции check, мы должны на пути от check до global найти ближайшее пространство имен, которое бы содержало имя okStatus. В нашем случае это, конечно же, пространство имен функции f, потому что внутри функции f мы объявляем имя okStatus. Теперь функция check работает правильным образом, и наша переменная внутри функции f okStatus хранит себе false только в том случае, если в процессе исполнения нашей функции f произошло что-то странное, и мы встретили слово, которое не содержит в себе гласных. То есть все это вывести, можно в этом убедиться, и можно вывести после исполнения функции f, попробовать вывести okStatus из глобального namespace, и его там не найти. Важной мелочью является то, что в процессе поиска конструкции non-local от пути до check до global мы никогда не будем смотреть ни в global, ни в check. А будем проверять только пространство имен по пути, от check до global. Таким образом, несмотря на то, что стандартное поведение оператора присваивания внутри функции создает локальное имя внутри локального namespace, вы далеко не ограничены лишь локальными переменными. Для того, чтобы не использовать локальные переменные, вы можете использовать конструкции global и non-local. Продолжение следует... Продолжение следует...